Телеурок Здравствуйте, ребята! И снова приветствую вас, дорогие ученики! Начинается урок русского языка. Надеюсь, все готовы к уроку. И девиз сегодняшнего урока. Мы умеем думать, мы умеем рассуждать. Все, что нужно на уроке, сегодня будем выполнять. Ребята, запишите название этих предметов. Выделите корень слов. А теперь проверьте. Сравните вашу работу с работой Азамат. Читаем слова. Проверяем ударение. Грибы, слоны, бревно. Ударение поставлено правильно. А правильно ли он выделил корень слов? Грибы. Грибной. Общая часть – гриб. Правильно. Слово «слон» подберем однокоренное слово «слоновый». Слон. Общая часть – слон. Тоже правильно. И в слове «бревно» однокоренное слово «бревное». Общая часть – бревен. Корень выделен правильно. Обратите внимание, почему же Азамат не дописал буквы. И посмотрите, во всех этих словах ударение падает на второй слог. А корень значит у нас безударный. Сегодняшняя тема нашего урока – безударные гласные в корне слова. Поставим цель урока. Что мы узнаем сегодня? Сегодня на уроке мы научимся определять безударную гласную в корне слова. Изучим способы проверки. Вернемся к нашим словам, ребята. Скажу вам, друзья, что ударные звуки наши – друзья. Они всегда слышатся четко. А вот безударные немного хитрят и всегда путают нас. Что мы по диктанту можем получить плохую оценку. Вот поэтому Азамат не написал гласные в корне. Итак, ребята, запомните, что звуки стоят в слабой и в сильной позиции. В слабой позиции стоят безударные гласные. А в сильной позиции стоят гласные под ударением. Вспомним, что такое ударение. Ударение – это выделение силой голоса гласного звука. Соответственно, гласные звуки бывают ударными и безударными. Запомните, ребята, в сильной позиции могут быть гласные Ё, Ы, У, Э, Ю. Они никогда не хитрят. И если в слове мы услышим эти звуки, то смело можем писать эти же буквы. Например, экран, Ё, ЛА, ЖУРНАЛ, РЫБАК. А в слабой позиции всегда могут стоять гласные А, О, Е и Я. Например, когда произносим слова «коза» и «пастух», разнесите вместе со мной «коза», «пастух», то в первом слоге слышим звук А, но в написании пишутся разные буквы. В слове «коза» пишется буква О, а в слове «пастух» пишется буква А. Поэтому безударные гласные А, О, Е и Я мы должны проверять. Прочитайте слова и выделите корень. Поставьте ударение. Гроза, окно, крыло, дела, этажи, трава. А теперь проверьте. Посмотрите внимательно и поделите эти слова на два столбика. Первый столбик – слова, которые нужно проверить. А во второй столбик – слова, которые можно не проверять. Проверьте. Безударные гласные в корне слова «Гроза», «Окно», «Дела», «Трава». Нужно проверять. А в словах «крыло» и «этажи» гласные звуки слышатся чётко. Образуйте из данных слов слова с безударной гласной. Это односложные слова. Гласные в этих словах стоят под ударением. Подумайте, как можно образовать слово с безударной гласной? Например, от слова «лис» можно образовать слово «лисица». Корень «лис». Ударение падает на второй слог. Гласное в корне слова безударное. Выполните задание. А теперь проверьте. Мёд – медовый, лист – листочек, клён – кленовый, сад – садовник, лес – лесочек. Давайте же вернёмся к словам, где в безударном слоге Азамат не смог написать нужную гласную. Произнесите слово «грибы». Гласная в первом слоге хитрая. То ли слышится «и», то ли слышится «ы». Как же быть? Нужно проверить эту гласную. А для того, чтобы проверить безударную гласную, нам нужно изменить форму слова. Например, если слово стоит в единственном числе, нужно изменить его во множественное число. А если слово стоит во множественном числе, надо поставить слово в единственном числе. «Грибы» – множественное число. Измените. В единственном числе будет «гриб». Вот и всё. Теперь мы слышим звук «и» чётко. Значит, в слове «грибы» в первом слоге мы пишем букву «и». Следующее слово – «слоны». Слон. Пишется буква «о». А слово «бревно» стоит в единственном числе. Тогда поставьте во множественном числе. Бревна. В корне слова пишется буква «е». Но это ещё не всё. Чтобы проверить безударную гласную в корне слова, ещё нужно подобрать однокоренное слово, чтобы безударный гласный звук оказался ударным. Например, «моряк», «морской», «мореход», «моря», «море». Обратите внимание на ударение. В каком слове ударение падает на гласную в корне? В слове «море». Попробуйте подобрать однокоренные слова, проверочные слова к словам «зверьки», «пятно», «домашний», «дарить», так, чтобы безударный гласный оказался под ударением. Первое слово «зверьки». Проверочное слово «зверь». Гласное «е» слышится чётко. Значит, мы нашли хитрую гласную. Это буква «е». Пятно. Слышится то ли «и», то ли «е». Проверяем. Пятнышко. Услышали звук «я»? Значит, пишем букву «я». Следующее слово «домашний». Подберем односложное слово «дом». В корне пишется буква «о». И последнее слово «дарить». Пишем «о» или «а». Проверочное слово «дар». Пишется буква «а». Молодцы, если поняли. Попробуйте исправить ошибки в предложениях. После дождя пахнет в лесу грибами. На лесных полянах показались лисички. Проверяйте и рассуждайте вместе со мной. В слове «дождя» ошибка. Написано «дождя». Нужно было проверить словом «дождик». В лесу проверяем словом «лес». Пишется буква «е». Грибами. Проверяем «гриб». Пишем букву «и». На лесных полянах слово «лесных» мы уже проверили словом «лес». Пишется буква «е». А вот поляна можно проверить словом «поле». Пишется буква «о». Посмотрите, сколько ошибок мы исправили. Ребята, послушайте, что говорят эти предметы о себе и угадайте их. Мы живем на кухне. Мы стеклянные, деревянные, железные. Да, это посуда. Следующее. Я красивый. Бываю теплым, а бываю тонким, шелковым. Больше всего бываю на голове или на шее. Конечно же, это платок. Меня все любят, и дети, и взрослые, потому что я даю им творог, сметану, кефир. Кто же, как не корова, нам дает молока, сметаны? Я – круглая голова. Я – одета я в сто одежек. Говорят, борщ отличный из меня. Борщ готовится из капусты. Молодцы, ребята. Поставьте ударение к данным словам и попробуйте проверить безударные гласные в корне слова. Не получается? А потому что в русском языке есть также очень много слов с непроверяемыми гласными в корне слова. Это, ребята, словарные слова, и нам придется запомнить их написанием. Запишите в тетрадях словарные слова и запомните. У Азамата есть для вас такая игра. Вы должны выбрать правильный ответ на вопрос. Итак, первый вопрос. Какое слово будет проверочным для безударного гласного в слове «листочек»? Как нужно проверить безударную гласную в корне слова? Задать вопрос. Изменить слово. Поставить другую букву. Посмотреть в книжке. Да, мы должны изменить форму слова и подобрать однокоренное слово. Выбери слово с непроверяемым гласным звуком. Платок, рыбаки, грибы, лучи. Молодцы! Это слово «платок». Какой звук мы должны проверить в слове? Согласный, гласный, ударный или безударный? Проверьте. Проверяем мы безударный звук. Как называются слова с непроверяемыми гласными в корне слова? Словарные, хитрые, орфографические, художественные. Конечно, это словарные слова. Вот мы и закрепили полученные знания на уроке. Ну а теперь ответьте на самый последний вопрос Азамата. Научились ли вы, как проверять безударную гласную в корне слова? Выберите себе ответы «Да», «Немного», «Было трудно», «Совсем не понял». А если у вас остались еще вопросы, а они могут быть, потому что это сложная тема, то мы на следующих уроках еще повторим эту тему. Ну а теперь пора прощаться. До следующего урока, друзья! Субтитры подогнал «Симон»